Тысяча рублей Так, ну конечно Ребята, часть номер два Такая так вот Есть Плак дал 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 Не знаю До этого держал просто Три года назад Тетеревятник много выбил Я что-то Сердце не выдержал А поменялся Поменялся На бакинцев Голубь или Голубь Вы показываете? У вас белясый Начинает хорошо Голубь? По-моему, Голубь должна быть Голубь есть под нем? Ну там есть, да Пока еще не разобрался я так точно Вот молодой Подарок Подголубь А, это подарок? Понятно Спасибо большое Так У меня и коров Ничего нету Можно я чуть попозже заберу? Я подойду тогда А, Урзмак, положи к себе Положи к себе Держи его Держи его А вы в дистанции гоняете? По чему? Все гоняю Они сейчас Подарили мне Горчица Так вот, да? Да Берет копчик Ну а что сделаешь? Кто выживет? Кто выживет Вот такие А закрывать сейчас на 3-4 месяца А телефона нету? Есть Так, телефончик Сейчас Продиктуешь мне свой телефон Да, да 8900 18 763 8904 Женя Женя Отсюда Новосельск 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 Ставрополь Три Как лошадка Там дальше у нас мраморные Щикаты сидят За дочерь Щикаты Это тоже ваш? Нет Нет Да Маломедные Нахун Выводы Иду и отхаживаю Находы А эти так И сокращаю все И встанали Что это не встанали Что это не встанали Позажимали Послужие Позажимали Так Ну это дальше Я был цел Вот такие Вот такие Вот такие У нас вывозил Узбитель Щенков вывозил Кобелю полтора почему такие ваши уже страшно спрашивать гоняете вы таких никто не гоняет не но я видел люди в гоняют некоторые вот любят узбеков это николаевский и почем николаевский по 300 рублей а николаевский хоть поднимают тоже нет вот беда у нас беда 300 рублей николаевский это что индюшка и почем такая тушка 300 рублей килограмм вот это здоровая домашний ну да привет на новом месте говорит вот молодой голубятник объясняет шубный рынок еще раз повторюсь район шубного рынка а а а а и горлый Горвицы. И почем такие горвицы? Пара полторы. Полторы тысячи пара. А это амадины, да? А они почем? По триста рублей. Камера отличивает солнце, щеглы. А это как называются птички? Зеленушки. А они почем? По сто рублей. По сто рублей. А какие попугайчики. Вот такие белые чубатые, щекатые. Пара павлинов. Так, на эту сторону перейдем. Здесь у нас кролики такие рыжие. Так, ну, здесь у нас павлины. Павлины красные. Такие стальные. Дальше кролики. Кролики идут. Кролики. Вот такие. Головатые. 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 Коробки вот тут. И почем такие у вас? А? Почем? А какие вы хотите? Какого у них? Ну, я так вот цену. Вот головатые, например. Да, ну, эти по 200 рублей. Будем брать по 150 рублей. А вот нету. Конечно. Вот шоколадная голубочка. Голубя тебе вот даже. 200 рублей. Это есть. Голубочка. Шоколадная голубочка. Шоколадная голубочка. Да. Сылок. Это он снимает для людей. А, нет. Да, нет. Я смотрю, участвую. А эти вот, северо... Тысяча, полторы. Головатые. От тысячи до полутора. Вот. 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 Клетка низко стоит. Мне уже на землю положиться надо. Вот тоже. Желтые. Красные. Коля попросил. А красные почем такие? Вот с северо-кавказской. По две тысячи голова. Вот. Вот здесь тоже. Белые битые. Красные. Чисто белые. Но уже не смогут залезть. Так. Вот еще. Рябоголовый. Кто-то спрашивал. Валер, по чем рябоголовый? По штуке все. Все по тысяче рублей. Вот кто-то спрашивал по поводу мраморных, в общем, хозяина зовут Валера, вот он, голубей гоняет, живет в Пятигорске, может продать дома. Валер, еще раз телефончик продиктуй, пожалуйста. 8 928 3 05 25 88. Вот такие вот голуби, там вон есть вот такая такла. В общем, все, что могу сказать, можно приехать и своими глазами посмотреть, показать на голубя, Валера поднимет, дождаться, когда сядет. И вот, как-то так, цена более-менее хорошая и, тем более, птица выгнана. Доброе, 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 все. Вот такие, чили, по-моему, широко-хвостые, кажется. Здесь вот, мармавирские такие, там дальше коловатые, вот такие как Акбаши. И не знаю, если честно. Вот с этой стороны подойду, покажу. Вот такие вот битые, как говорят, паутинчатые называют некоторые. Все по-разному называют. Вот так что, можете позвонить и поговорить с Валерой. Все это без проблем. Тем более, посмотреть голубей в небе. Курочки. Курочки. Вот такие. Плечистые. Плечистые Николаевские, да? Да, старая Николаевская порода. Вот такие. И по чем такие плечистые? Пятьсот. По пятьсот рублей голова. Шахтеры, бакланы. Тоже Николаевская порода. Старая Николаевская. Сизые, белохвостые. Белохвостые есть. И бакланы белохвостые. Бакланы это как? Масть такая? Да. Ну вот, видишь? Я сейчас руки возьмем, подхожу. Как гикарин в цвет, да? Да. Бакланы. Белохвостые. Они как бабочки летают. Так. Я не разбираюсь. Там есть как-то серпатые, замошные. Нет, это торцовая птица. Торцовая? Да. Поднимаете вы их? Заняете? Сейчас нет. Ну, поняту. Ноги. А телефончик оставитесь? Пожалуйста. Продекуете. 8-928-355-69-67. Зовут меня Афанаси. Афанаси. Вот, ребята, кто интересуется, можете позвонить. Не знаю насчет лета. Я не разбираюсь. Белые. Спасибо. Белые. Белые? Да, чисто белые. Думаю. Пара головастиков. Так, это у нас уже декорации. Декорации. Вот такие вот статные. Там не только декорации. Крепка маленькая, там убей много. Хозяина тоже снимают. Хозяина? Хозяина? О, да. И почем такие статные ваши? По тысяче, по пятьсот. Главные. А узбеки тоже ваши? Мои, мои. Ваши? Почем такие? Тысяча рублей голова. Узбеки. Вот павлины красивые. Чего он такой большой? Это как павлин? Ну, порода русский, да? По христианскому говорят трубочист. И по чем такие? По три тысячи? По тысячи. По тысяче голова. А эти, которые поменьше? По пятьсот? Они красивые. Ну, такие большие. Ну, они еще вот до воды, а так вот еще больше. Ну, я видел, да, вот как-то на рынке у кого-то чуть-чуть как бы еще больше. Выводят сами, вот все сами сидят. Конечно. Просто им гнездо, видимо, надо побольше. Из-за хвоста. Да так же, причем хвост. Хвост, наоборот, он входит вот так. Не так же. А телефончик оставишь свой? Продиктурует. На видео. 8, 9, 6, 2, 014, 3, 5, 014. Позвольте так, Александр? Саша зовут хозяин. Вот такие вот павлины. Кто-то спрашивал про больших таких. Просто у меня белые такие старые. Говорят, старые русские. Такие мощные. У родителей прям четко идут. Он высокий, но он разваленный. На головке еще уходные. Ладно, пойдемте дальше. Юрочка и до нас пришел, да. Вот такие. У меня не фотографирует, а ему все. Да. Почтовые. Почтовые. Чехи спортивные. Спортивные, да. Здесь именно Чехи и по голландской линии. Вот кто-то хвалит голландскую линию. А почему ее хвалят? Нет. Если идет голландская, бельгийская, почему сейчас все говорят бельгийский, бельгийский? Потому что самый был... Вот я тогда вот так вот и не ходили хозяина снять. У меня снимите место хозяина. Почему? Потому что в этом году продали самый дорогой голландский. Купили, выкупили китайцы. В Бельгии. И вот здесь все бельгийцы, бельгийцы. А чем он бельгийц отличается? Он один и тот же спортивный голландский. Они вот все вот чехи. Тогда твою голландскую, это тоже выкупили. Какие бабки тоже? Ну, я не знаю. Я думаю, что эта птица, если она летит, она летит. Просто есть люди, которые держат почтарей особой... Ну, вот эта птица этого года, этого года, вот здесь все пришли. Вот есть с краской, с белой помазанной. Это пришли уже с Ростова. В смысле, пришли? Мало-мало-мало-мало. 500 километров. А, завозили на 500 километров. Ну, я полностью вожу, начинаю... Вот, как и говорил, что некоторые не работают с голубями. Я не в упрек, конечно. Дорого держать, вот, как бы, почтарей. С ними надо работать. С ними работать. Это спортивно. Как со спортсменом надо работать, так и работать. Ну да, вот именно тренировка, вот, тем они и славятся. Чем больше летит, тем и цена. Вот, видишь, у меня радует Юра Свинсадов. Видишь, он занимается. Он занимается, он их перевел, отдал, а потом к нему они прилетели. Прилетели, он опять начал, стал его держать. Потом вот здесь вот он. Вот сейчас он подошел, говорит, выкинул с жулки. Это 550 километров пришли. Мне тоже радуется. Ну, 500 километров это уже, это уже расстояние. Ну, у меня голубка пришла с Москвы. Голубь пришел у меня с Рязани. Полтора года держали его там и пришел. Это сколько получается? 1450 километров. 1450. Это вот тот лябый, да? Да, лябый, да. Он у меня жив. Ну, тогда телефончик вам надо оставить. Продиктуете на видео? Да, уже оставил. 8-928-312-94-22. Владимир. Владимир. Исинтуки. Исинтуков голуби, так что, ребята, вот звоните человеку. Вообще, это голуби все идут в линии Аверина и Виктор Сергеевича, и Харлашин. Вот Рябы, это дает это по Харлашинской линии. Это Аверинский. Это Аверинский. Виктор Иванович. Виктор Сергеевич. Виктор Сергеевич. Понятно. Ну, кто занимается, тот знает всей фамилии. Харлашина я точно знаю. Вот такие, тоже мраморные. Ну, это мраморные, как же, а это порода Крымчики. Голубка вот в лапках. Это тихолетная порода. Ну, понятно. Ладно. Ну, спасибо. Счастливо, Аверинский. Так. Головастики. Вот, жентоголовые. Съезжать пусть уберем. И хозяев нет. Цену как спросить. И в машине нету никого. Так что, ребята, извиняйте. Нету никого. Нету. Там у нас шкуры. Подделки всякие. Вот такой большой вольер. Вот здесь удобнее поснимать. Николаевские. А тут, по-моему, всякие разные. Там и плечистые какие-то ходят. Даже не знаю, где хозяева. Такие мраморные. И ботинцы, по-моему, широкопустные. Вот он, белый. Тут плечи. Ваши голуби. День добрый. Чёрный такой мощный стоит. Ээээ, камера на сетку фокусирует. Здесь не только Николаев. Здесь все птицы. Хозяев нету. Беда. Так, ладно. Давайте. Всё, до свидания, Галина. Дай Бог здоровья. Вот такой, по-моему, узбек. На сочуге сидит. Мне кажется, они обе голубы. Голубочка чёрная. Вот, тоже самое. Узбеки. А там, ну, если самец, то... Мне кажется, они обе голубочки. Если самец, то вот это. Я так. Не особо разбираюсь. И по чём такие ваши? От двух тысяч. От двух тысяч и выше. Такие тоже. Вот ещё. Броящие голубочки. Ещё лысые. Здесь носочки. Вот. Молодец. 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 А телефончик не оставите свой? Да, пожалуйста. Продиктуйтесь, можно, на видео. 8 918. 8 918. 958. 958. 63. 63. 30. А звать как? Алексей. Алексей. Ты мне скажи, вот это более декоративная птица. Вот то, что у них носит. Есть вот, да. Есть по длине, которых вот раньше гоняли, они били. Это более декоративную. Как говорят, вот выставочные вот они. Узбеки уже, но уже вот носки сбитые, уже такой вот. Миплиры, миплиры. Красота. Их 80 разновидностей. Так. 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 Дальше. Вот такие. Пара белые таклы. Насачубы и пара шеек. А это чьи? Это вот, ну что, по это, по тысячу, говорит, золотая шея. Тысяча голова, да? Да. А эти так лошадь, почем белые? Тоже так вот. Тоже так же. По штуке. Хозяина нету. Так. И вот такие. Шейка. Черная. Сосвечивает, уже плохо видно. Так, ладно. Ну как, Юра, у тебя берет сок? Еще как. За один гон. Один вылетит все равно забирает. Минус четыре. И не уйдет, пока его не заберет. Ну что поделать. Можно пока прикрыть хотя бы. Я так понял, караулит. Он вообще не возьмет. Ну что поделать. Ваших дорогих голубей хранят. Десять. Не, не, возраст. А возраст? Месяц? Месяц и неделю. Ну с цепкой не побежит, да? Ага. Золотой побежит. Десять тысяч. А как порода называется? Тойтерьер. Тойтерьер? Да. А что вы весь рынок снимаете? Вот плохая примета, когда собак снимают. Они погибают. Почему? Ну примета такая, не знаю. Да я наоборот. Вот люди, а почему ты не спросил собаку? Вот я ищу, а вот как бы с хозяином. А ты мимо прошел, не спросил. А кошка была. А вы для нас, вы только голубей снимаете. А мы же люди, вот все вас смотрим. И все там, ну минимум пять-семь тысяч человек посмотрит. И мне в упрек пишут. А почему ты не кролик? Вы блогер, что ли? Я блогер, да. Владикавказ, 15 рус. Вот. И как бы я снимаю, показываю. Если хотите, телефончик оставьте. Может быть и клиент найдется. А сколько ей месяца? Это сучка, да? Да, девки. Месяца неделя. Вон еще там есть шоколад. Шоколад. Такие. И почем хотите? Тультерьер. Вот еще собачки. А это как называется? Это чехол. Чехол. А такие почем? Эти с полным пакетом за 15. Полный пакет это как? С документами? Не хотите телефон оставить? Может быть люди позвонят? Просто продиктуйте мне на видео. У меня видео снимается и люди смотрят. 8 928 814 16 34. И подчем эти чехолы? Спросить кого? Екатерина. Чихуахуа. Тойтерьеры. Шпицы. Звоните. Все расскажем. Спасибо вам. Такие замерзли малыши. Замерзли. Это пород только трясущий. Месячный. Так. Вот как-то так. Не особо. Приходится людям объяснять. Эх. Такие. Николбайские. Нажежал гормозы. Горбатые. Вот тоже такие. Узбеки. Жуки. Ваши? Почем такие? Вот. От пяти. Такие. Голуби еще. Люди только подъезжают. Подъезжают. Вот такие. Они большие. Паши? Привет. Да, мое. И почем такие? От двух тысяч и восемь. Это откуда? С боку голуби? Заводили с боку. А так к Пятигорске сам. Вот они такие крупные. Гоняешь? Крупные летают, да. Очень крупные голуби. По сравнению с моими тогда перепелками. И как? Вот эта вчера поднялась. Круга вообще нет. На одном месте вот так. Деньги положат, кину прямо здесь. И почем? А, ты сказал, две тысячи голова. Проценты 70, все гоняные. Эти тоже так же? Вот черри выгнанные. Вот выгнанные. Вот выгнанные. Вот голубь. Этот голубь с боем, вот тоже мало. Все в крыльях голубь. А цена тоже такая, да? Ну, от двух тысяч. Не жили вы еще. А уже на двух. Я в одну. Щечка, щечка. Щечка, щечка. Щечка, щечка. Вот голубь без Пятигорска. Барит Пятигорска. Голубей с боку завозил. Вот такие очень крупные голуби. Юра, почти все гоняные. Так, ты мне тогда телефончик продиктуй. 8-928-631-44-07. Спросить кого? Эдик. Эдик. Шот пеналь. Процентов 70 голубей гоняные. В принципе, можно созвониться, приехать по ним и ждем. Он гоняет голубей, от нуждов у него всегда покупают. У него резких голубей нет. Ни одному резких нет. Все вольные. И как? Сапсан работает? Он, как Сапсан, тоже кормит. Как же? Сапсан работает. Мы тоже работаем. Правильно. Уродам в помощь. 40 лет у них голубей берут. 40 лет. Я жду, чтобы голубь сел, а голубь не садится. Ну, это кому-то нравится долгий лед. Сейчас очень люди перешли. Меньше смотрят на бой, смотрят именно на продолжительность лета. Продолжительность, я понимаю, но должен бой тоже быть. Ну... Абрис тоже хочет пусть, да? А где они? Не говори, что он все время в бое. Не, ну да. Он летает, вытянет, боится, дальше. Он летает, что все время делать. Все время, который бьет, он долго не будет. Да, да. Он все встает вообще. А здесь все больше не будет. Вот так, ребята. Еще раз покажу. Очень крупная птица. Очень крупная. Мои близко не стояли. Широкохвостые. Разные. Так. Ну, здесь вот кисюня-то. Кошки. Кошки. Молочня. Там только люди еще раскладываются. Так, ну, наверное, сейчас уже на паузу. Буду продолжать третью часть. Уже надо повар-банк. Камера садится.